Мужики, что вы несёте? Какая ещё кара? Просто так вот неудачно вышло. Давайте за работу. А то, если мы голову вовремя не закончим, нам заказчик яйца открутит. Так вы, значит, и скажете вдове Эмильена? Корова, мол, его раздавила, несчастный случай. Это, милые мои, серьёзное дело. Тут мага какого надо позвать? Или другого мастера? Что у вас тут случилось? Гляньте, это же тот ведьмак, что в город приехал. Может, он и нам какие экзорцизмы почитает? Спросить надо, сколько возьмёт. Я видел объявление. Там было про какую-то корову или кару. Кару? Так самое настоящее. Боги, должно быть, совсем озверели. Потому как в Зерикании сперва шёл дождь из саранчи, а потом уже из лягушек. А у нас сразу по людям коровами херачит. Ладно тебе, ладно? Нечего панику сеять. Пойдите сюда, мастер-ведьмак. Я вам всё спокойно объясню. Что ей говорить? Дело дрянь. Надо же, корову раздавила. Жалко, милье. Добрый был работник. Я им сразу сказал. Наверняка всему есть простое объяснение. А они мне толдычат, мол, божья кара. Давай доплачивай за сложные условия. Но сами понимаете. Ох, разорят меня паскуды. Значит, мне надо понять, почему с неба упала корова, так? Ну и это тоже. Корови из теревы убирать не стали, так на втором карьере какое-то говно завелось. Страх туда заглядывать. Ничего странного. А что за корова была, откуда? Не ясно? Ну, обычная, пёстрая. Ничего особого. Во втором карьере лежит, воняет. А эмильен прямо под ней. Так что, вы заказ-то брать будете? Или как? Чем вы тут занимаетесь? Делаем статую пророка лебеды. Значит, не всю сразу, а так, по кусочкам. Тут объявился богобоязненный заказчик. И, считай, через пятьдесят лет заново запустил строительство. Подрядил все каменоломни в округе. И всё бы шло по плану, если бы не это происшествие. Я вас прошу, мастер. Займётесь этим? Мне нужно разузнать побольше об этом деле. Кто-нибудь видел, что произошло? Нет. Но шум слышали. Астерф как раз пошёл к эмильену глянуть, как у него дела. А тут вдруг что-то здоровое в землю как пизданёт. А через минуту ещё что-то об этот кран приложилось. Ну, об кран-то явно не корова билась. Должно быть, нет. Мы по-всякому хотели с утра посмотреть, что там, как. Только нас эта паскуда прогнала. Но вот с тех пор работа и стоит. Так что не конетельтесь. А скажите, берётесь за работу? Прежде чем я решу, поговорим о вознаграждении. Ага. Ну, давайте поторгуемся. Сколько? Будь по-вашему. Только это крайняя цена. Без всяких там чаевых. Ясно? Я проверю. Может, здесь повреждённый портал? Но не думаю. Награди вас, святой лебеда, детишками. Буду ждать вашего возвращения. Это значит, тот эмилье, на котором говорили работники. Бедолага. Ну ладно. С чего бы начать? Раздавлен большим весом. Основание черепа сломано. Свежие следы зубов. Трупоеды. Но они его подрали уже после смерти. На трупе больше смотреть нечего. Часть ткани раздавлена. Она явно упала с большой высоты. Распоротые брюхо. Крови не так много, значит, это произошло после смерти. Сердце уже не нагнетало кровь. Следы зубов. Следы зубов. Но небольших. Эмильен, по несчастью, как раз стоял внизу. Теперь еще этот кран. Верно. Здесь след обрывается, но бьюсь об заклад, что там наверху у них гнездо. И что? Выяснили, что с коровой-то? Возвращайтесь к работе. Никакое-то не проклятие и не кара. Так я с самого начала о том же говорю. Как камень с души свалился. В чем дело-то было? Молодой ослеск, пролетая над каменоломней, упустил добычу, которую нес матери и братьям. Я сжег их яйца. Так что больше вы о них не услышите. За предусмотрительность хвалю, но, как и сказал, больше вам заплатить не смогу. Потому как нечем. Вот вам. Держите-ка. И спасибо, мастер. Значится, все прояснилось. Никакие боги на нас кары не нацелали, а был просто дракон. Но теперь и его нет. Эмильеновой вдове компенсацию заплатим. Чего вы еще ждете? Живо, живо! А мне кажется, тут все равно что-то странное творится. Строители, что памятник складывают, где они? Уже три дня как должны были до нас добраться, а что-то вардаиза так и не появились. Может, их тоже что-то раздавило или сожрало. О, саранча, небось, как в Зерикании. Что вы мне тут за бред несете? Архитектор писал, что у них большой транспорт мрамора из Метины на бороду пророка. Так что они опоздают на неделю. Все, хорош болтать, за работу! Позвольте, я вас провожу, мастер. По правде-то я соврал. Чтобы они тут снова не запаниковали. Но рабочие и правда куда-то запропали. Зайдите ко мне позже. Я вам объясню подробнее. Ну так как, мастер? Поищите пропавших работников. А они пропали? В каком смысле? А в самом простом. Сгинули вместе с материалом. Я заказ сделал. Дюжина телег приехала. Опять по дороге потерялись. Там инструменты, провизия, материалы. И прежде всего специалисты. Включая главного архитектора. Я писал архитектору, чтобы присылал новые планы. А мастер мне на это, что архитектор, мол, у нас. Вардаиза. Вот и выходит, что он... Тоже пропал. Я понял. Я посмотрю, в чем тут дело. О, мастер. Не знаю, как вас благодарить. Только поспешите. Мы без этих пяти телег просто работу не закончим. Зачем им все это? Все равно нечего красть. Молотки? Кусок камня? Понимаю. Мне пора. Делу время по техе часу. Святой Лебеда послал мне тебя. Надо быстро починить телегу. Меня ждут на стройке. Прощай. Спасибо вам, ваша милость. А это вы тот славный ведьмак, верно? Верно. Только приведу в порядок повозку и поеду к памятнику. Там меня уже ждут. Продолжение следует... Продолжение следует... Я помог закончить памятник, как ты и хотел. Мастер, что бы я без вас делал? Все почитатели Пророка Лебеды будут возносить за вас хвалебные молитвы. Но ты-то мне заплатишь? Ну, разумеется. Вот награда. Заказчик у нас человек серьезный, деловой. Мы ожидаем массовые паломничества. Так что стоимость работ полностью от объема года за три. За пять так точно. У нас, сударь, все подсчитано. Но остается только пожелать удачи. Да, в чем дело? А в чем может быть дело, если послали за ведьмаком? Посплетничать? У меня неприятности с чудищем. Так это ты давал заказ? Ну что ж, я слушаю. Сперва, ваша милость, установим с вами некоторые правила. Я не припомню, чтобы мы с вами переходили на ты. И ввиду огромной разницы в положении, надеюсь, до этого не дойдет. Потому ожидаю, что ваша милость будет именовать меня месье де Бюрде. Что за наглость? Я пожалуюсь начальству вашей гильдии. Ага. Адрес запиши. Отдел по работе с клиентами. Кайр Морхен Кайдвен. Теперь говори, пока я не передумал. Ох уж эти норлинги и их манеры. Хорошо. Короче говоря, у меня чего-то завелось в винном погребе. Так. Значит, мне предстоит приготовить масло от чего-то. Простите? Мне нужно больше сведений. Где-то чего-то видели. Есть ли свидетели, можно ли посмотреть тела? В том-то и дело, ваша милость, что никто этого чудовища не видел. Мы его слышим только. Такой вроде бы храп и писк. Тел тоже нету. Люди пропадают бесследно. А кто именно пропал, позволю себе спросить. Последний раз какой-то батрак, кажется. А несмотря на огромную разницу в положении, которое вас разделяет, ты не запомнил его имени? Нет. Вам надо поговорить с моей женой. Она с плебеями в более близких отношениях. Ее сейчас нет. Она поехала в гости к матери, но скоро вернется. Так откуда доносятся эти странные звуки? Отовсюду. А отчетливее всего они слышны в подвале с вином. Значит, у чудовища логово где-то под землей. А когда они громче всего? Ночью. Точно так же, как много лет назад, когда дома заваливались. Тогда этим тоже мастер занимался. Только о нем с тех пор ни слуху, ни духу. Хватит уже этих вопросов. Ответьте прямо без уловок. Вы берете этот заказ или нет? Зависит от того, на какую награду я смогу рассчитывать. Хм. Потерплю убыток. Согласен. Я принимаю заказ. Сперва я здесь осмотрюсь, а потом хотел бы поговорить с госпожей де Бурбе. Хорошо, я дам знать, когда она вернется. А пока вот ключ от подвала. Только прошу, не касайтесь бочек с вином. О, боги. Что это значит? Я плачу за уничтожение чудовища, а не за разрушение имущества. Тут имущество само собой рассыпается. Это из-за туннелей. Если их быстро не засыпать, дом рухнет. Туннели? Откуда там взялись туннели? Их выкопало какое-то крупное существо. Кстати, в туннелях я нашел кикимор и уничтожил их кладку. За это я возьму недорого. Яйца кикимор? Благодарю. Я заплачу, ясное дело. Госпожа де Бурбе, я полагаю. Мне сказали, вы знаете что-то о пропавшем батраке. О Жан-Люке? Да. Мы вместе ходили осматривать посадки этого года. Кто-то их подгрызал и услышали такие странные звуки. Жан-Люк пошел проверить, что это, и уже не вернулся. Могли бы вы описать, как выглядел Жан-Люк? Высок, хорошо сложен, черные волосы. Любимая, сосредоточься. Любой мужик хорошо сложен. Он же в поле работает. Дело в отметинах, в особых приметах. Ничего такого, но на шее он носил медальон. Серебряный. Серебряное украшение у батрака? Это подарок, кажется. По крайней мере, так он мне говорил. Этого мне, пожалуй, хватит. Ну, так чего ж вы стоите? За дело, работа ждет. СОБИТИОМ ПОТОЛЖЕНИЕ СОБИТИОМ ПОТОЛЖЕНИЕ ДОНОМ ЯЗЫКЕ ДОНОМЯ Ну давай, покажи, какие у тебя проктили Эй, мы можем поговорить? Надеюсь на добрые вести Я слушаю У Жанлюка и вправду был серебряный медальон А в нем прядь волос госпожи Дебюрбе Что? Но, но, как это? Изменить мне, родовитому владетелю с мужиком, которого только от плуга оторвали? Она заплатит за это Не сомневаюсь, а можно сперва я получу плату? За услуги, не входившие в заказ Прошу, я возмещу убыток из ее приданного Я избавился от чудовища, которая доставляла вам хлопот Это был Шарлей Шарлей? Это что еще такое? Это как если скрестить крота и сороконожку Только размером с дом Ага Ну, милостер ведьмак На первый взгляд вы не производите хорошего впечатления Но справились отменно Ваша награда А теперь простите Я должен поговорить с женой Чтобы собрать вещи Что? Я не понимаю Не притворяйся дурочкой Ты отлично знаешь в чем дело Ну, живо! Нашли его? Я нашел это Жан-люк? Мне очень жаль Правда Это прядь Это же ваши волосы, так? Да Жан-люк и я Впрочем, вы сами догадываетесь Благодарю за деликатность И за то, что вы за него отомстили Прошу вас Это малая награда Но Муж наверняка пожалеет для вас золото А теперь, если можно Я бы хотела побыть Одна Субтитры создавал DimaTorzok